Всем привет, дорогие друзья! Вы просите на канале Андрей Бугугамэн, и сегодня у нас праздничный выпуск Дню Победы, 9 мая. Соответственно, сегодня я приобрел вот такие вот свитбоксики, ну, они там с мармеладками и с фигуркой от World of Tanks внутри. То есть там в каждой фигурке танчик. Их всего танк, то есть тут их раз, два, три. Тут их 10, а танков у нас 8. Ну, я думаю, нам все попадутся, должны. Так, танки мы эти двигаем в сборные в сторону. Ну, и вот наши свитбоксики. Так, тут у нас немного уже распаковалось. Ну, а пленку. Ну, а давайте не будем все снимать. Вот у нас первый свитбоксик. Первый свитбоксик. Так, мармелад жевательный, да, внутри. Так, открываем эту коробку. И что у нас тут внутри? Так, это у нас, я так понимаю, вот у нас, да, вот у нас, блин, вот смотрите, какой пакетик. Тут серый пакетик с надписью черный. А тут у нас сразу, тут у нас 5 мармеладок внутри. Вот один красный и остальные все желтенькие. Я думаю, они очень вкусные. Но давайте все-таки перейдем к танку. Так. Тут специальная штучка есть. Итак. Так, первое, что мы достаем. Это у нас просто бумажка с описанием. И первый танк это у нас ИС-2. 3475 выпущенных штук. Ну, я так понимаю, во второй мировой. Итак, а вот у нас сам танчик. Выглядит достаточно тяжело для пластмассы. Так, там у нас ничего нету. Так. И теперь мы должны опустить башню у него. Получается очень классный танчик. Вот такой вот прикольный. И ездит он на вот этих трех колесах. Вот так может поворачивать башней. Очень классный танчик. Классификация. Тяжелый танк. Боевая масса 46 тонн. Потом вооружение. Написано 122 миллиметра. Пушка Т-25Т. Боекомплект. Мощность двигателя 520 лошадиных сил. Скорость 367 километров в час. Так, давайте откроем следующий светбокс. У нас тут есть русские и немецкие танки. Я надеюсь, что нам сейчас попадется немецкий танк. Так. И так. О, тут у нас уже мармеладки другие. Что-то уже поразнообразнее. Тут у нас есть зеленые, желтые, оранжевые и белые мармеладки. Мармеладки мы откладываем в сторону, а сейчас достанем танчик. Итак, табличка. Систем табличку. И следующий танк. Это у нас ИСУ-152. Давайте же посмотрим, как выглядит наш танчик. Итак. Тут у нас, я вижу, башня. Башня, кстати, сделана классно. И корпус, видимо, будет такой же, как и у... А, нет. Смотрите, корпус у нас немножко отличается. Так, вот ставим башню. Такое вот классное ПТ-САЛ получается. С галбицей. И вот так вот. Уже получилось два танка с танковыми сражениями. Да. Классные танчики. Боевая масса 46 тонн, как у ИСУ-2. Ну, скорость практически такая же. На 3 км в час быстрее. Выпущена штук 3242. 152 галбица пушка. Это, ну, очень сильная пушка. Кстати, где я их купил? Ну, если вас заинтересует такой вопрос. Я их купил... Иду я себе такой в метро. Ну вот, смотрю что-нибудь новенькое. И тут смотрю в World of Tanks. Свитбокс. Ну, и решил вам показать. Вот получилась вот такая вот прикольная штука. Так, мусор мы уберем. Чем им надо, сколько будет. Хотя бы разные танки пока попадаются. Так, а следующий Свитбокс... Это у нас третий, да? Да, третий по счету. Так, давайте мы воспользуемся ножницами. Чтобы было удобнее открывать. Итак, мармелад. Мармелад. Мармеладки у нас практически такой же набор. Ладно, мармеладки мы в сторону. Ладно. Потом я вам скажу, какие были по вкусу мармеладки. Ну, там, мнение мое. Что-то вдруг отстой полный. Итак, следующий танк. Тоже другой. Да, я знаю, что это такое. Это Т-34-85. Да. Самый... Ну, его... То, что ИСУ-152, некоторые не знают. Это нормально. А вот то, что Т-34-85, его очень много человек знают. Вот. В общем, экипаж 5 человек. Боевая масса 32,2 донны. Ширина 3 метра. Заметно. Ну, ладно. Ну, реально. Мощность 500 лошадиных сил. Но, соответственно, весит он меньше. Из-за этого 55 км в час максимальная скорость по шоссе. Количество выпущено в 35 тысяч штук. Так, а где у нас башня? Вот у нас наша башня. Такая маленькая, но... И вот у нас легендарный выезжает Т-34-85. Подъезжает в корму, крысу, а ИС ничего не может сделать. Уж тяжелый танк. Итак, Т-34-85 это средний, это ПТ-САУ, а это тяжелый. Где уже у нас немецкие танки? Давайте возьмем из второго ряда. Может, второй ряд весь немецкий. Не знаю, что говоря. Так. Да, мномерки, видимо... Ну вот, они все разные. Видимо, только в первом комплекте попалась вся белая и только один красный. Итак, какой же танк у нас попадется сейчас? Немецкий или русский? О, господи, какой большой, смотрите. Ну, я, да, я понял. Это немецкий танк. Как тут? А, вот, она вот так вот туда опускается. Это у нас немецкий танк. Посмотрите на размер. То есть, вот, сравните. Да. Это у нас тоже ПТ-САУ немецкая. Яг Тайгер называется. Классификация самоходная ПТ-САУ. 75,2 тонны весит. 700 лошадиных сил, мощность двигателя. Скорость подсчитает 38 км в час. Пушка 128 мм. Да, конечно, немецкие танки меня удивили. Да, очень большой оказался. Я это сначала не понял, знаете, смотрю, что это такое. Вот. Так, давайте тоже. Ну, тут, скорее всего, да, первый ряд это русские, а тут это немецкие. Хотя, кто знает? Будем еще загадывать. Так, у меня лапки. У меня лапки. И так. Табличка. Тэнкс. Да, следующий у нас немецкий. Тоже легендарный, как Т-34-85. Тигр. Да, Тигр. Тигр-1. Вот он наш. Тигр-1. Становится рядом с немецким танком. Они почему-то желтые? А должны быть, на самом деле, желтые. Ну, нет, они должны быть вот такого цвета. Ну, ладно. Ничего страшного. Это тяжелый танк. Боевая масса 54 тонны. Ну, 56. В зависимости от орудия, там, понятно. Длина 6,3 метра. Скорость по часу 45 км в час. 88 мм пушка. Да. В World of Tanks, кстати, этот танк называется Тигр-1. Ну, потому что есть еще Тигр-2, королевский. Вот. А тут он называется просто Тигр. Ну, его так привыкли просто называть. Так. Давайте надеемся, что будет русский. Русский. Русский танк. Из русских мы еще не открыли Т-54. И все. Т-54. Ну, а немецких у нас еще два. Да, немецкий. И Т-54. Так, тут маленькие ладки. Малые ладки. Чувствую, что что-то большое. Но, вроде, русский должен быть. Хотя, кто знает. Так. Да. Это у нас русский танк. Как раз-таки Т-54. В World of Tanks считается девятый уровень. Вот такой вот клевый танчик. Кстати, танк вроде бы средний. Кстати, мне нравится. Вот у него, смотрите, без набайки там. Башня, кстати, у него вообще непробиваемая. Вы, кстати, можете посмотреть видео, как я был в музее техники задорожного. Там, в принципе, и был Т-54 и Т-34-85. Можете посмотреть. Т-54. Ну, средний танк, как я уже говорила. Боевая масса 36. Он экипаж 4 человека. Длина 6 метров. Вооружение 100-мм пушка. Скорость по шоссе 550 километров. Мощность двигателя 550 лошадиных сил. Так. Сколько у нас там еще танков? Из русских мы открыли все. То есть вот у нас раз, два, три, четыре танка. А из немецких у нас еще по... Ладно, не буду говорить. Так. Берем ряд второй. Будет два ИСа, неважно вообще. Ну, будет зато больше танков. Десять танков. В принципе, если купить еще второй... Ой. Две пачки мармелада. И да, это у нас немецкий танк. Стоп. А, ну да. Вот как раз-таки после World of Tanks, после чего идет Тигр 1. После Тигр 1 идет Тигр 2. Королевский Тигр. Вот он. Сравните с Тигром 1. Тигр 1 выглядит поприкольнее. Зато Тигр 2 мощнее. Итак, Тигр 2. Тигр 2. Классификация. Тяжелый танк. Боевая масса. 68 тонн. Экипаж целых 5 человек влезает. Вооружение 88-мм. Ну ладно. Мощность 700 лошадиных сил. Кстати, смотрите. Для танка. То есть, для танка скорость по шоссе 41,5 километров в час. Это достаточно много для танка. Тяжелого причем. В котором вмещается 5 человек. Количество выпущено 489 штук. Так, у нас еще осталось 3 сфитбокса. Я, кстати, думал, наоборот, мармеладок будет больше, а танков поменьше. Но, оказалось, нет. Открылись у нас мальмеладки. Ничего страшного. На, потом их соберу. Да, мальмеладки вкусные. Только вот эти помягче. Я не знаю, почему эти жесткие. Но, мармеладки, оказалось, вкусные. Мармеладки, я думаю, нельзя испортить. Это называется пушка. Пушка, не мешайся. Итак. Следующий танк, это у нас... Да, это у нас 2. У нас теперь есть 2 тигра королевских. 2 тигра 2. 2 тигра 2. Вот, 2 тигра 2. Ну, про тигра 2 мы уже читали, все. Мы еще не открыли один танк. Интересно, попадется ли он нам или нет. Итак. Мармеладки. Давайте я пока подберусь. Итак. Чувствую, что что-то маленькое, но это не факт. Да, это у нас... Это у нас ИС. Да, это у нас очередной ИС. Ну, про лица мы все читали. Блин, у нас последний танк. Но он стоит наряду с немецких танков. Значит, ты в принципе должен попасться в Пантер. Итак. Наша последняя коробочка. Будем надеяться, что не случится так, как было с Звездными войнами. Или с Свинкой-папой. Итак. Пожалуйста. Так, это у нас что-то другое. Да, все, да. Ну, наконец-таки. Попалось все. Да, это у нас Пантера. Танк Пантер. Вроде бы средний или легкий. Сейчас посмотрим. Я забыла. Это у нас средний танк. Боевая масса 44,8 тонны. Как тяжелый. Но он выглядит, в принципе, как тяжелый. И вооружение 75 сантиметров пушка. Ой, 7,5 сантиметров пушка. Боекомплект пушки 81 снаряд. 46 километров в час под шоссе. Стоп, 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 стоп. Где у нас Тигр 2? Тигр 2-то где? Думажки Тигр 2. Тигр. Блин, прикиньте, Тигр 1 ездит как Пантера. То есть как средний танк. Да, довольно круто. Ладно. Давайте я попробую мягкую мармеладку. Чтобы вам сказать, что все-таки мягкие и вкусные. Просто те, какие-то, видимо, испорчены. Мармеладки, честно говоря, вкусные. Только, знаете, они в форме мишек. Довольно непонятно. Потому что было бы разумнее сделать в форме танков. Все-таки. Танки тема. Ну ладно. Ничего страшного. На ямке. Ладно. Всем пока. С вами был Андрей. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте много лайков. Прям много. Подписывайтесь со всех своих каналов. Вот. И ждите новых видео. Соответственно, возможно, будет еще видео про танки. Можете посмотреть, как я делаю, кстати, из лего. Я придумала новый способ делания танков. Можете посмотреть и делать такие же. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok